На путепроводе 139-й километр по улице Земеца трудится и наверху, и под сооружением. В числе задач, согласно проекту, подъем и выравнивание пролетных строений. Всего шесть элементов конструктива, на которых потребовались такие работы. Уже подняли четыре пролета, выравнивается их плоскость. На оставшихся меняются подферменники, специальные металлические конструкции между ригелем опоры и пролетным строением, которые принимают на себя статические нагрузки. В процессе устройство коммуникативных мостиков, находящихся под путепроводом. Они необходимы для проведения различных кабелей и линий связи. Параллельно ведутся и другие работы. Так подрядчик приступил к устройству закладных деталей под коммуникации, опоры и электропитания. К устройству гидроизоляции частично произведен монтаж водопропускных трубок. Не менее активно идет устройство выносных консолей и монолитных участков для системы освещения. Выполняются такие работы, как армирование шкафных плит, как на первом, так и на 23-й опоре. То есть это непосредственно монтирование арматурного каркаса и потом уже в дальнейшем заливка и установка деформационных швов на данных участках. Параллельно выполняются работы по устройству выравнивающих слоев бетона. Это непосредственно на правом, на левом тротуаре. Путепровод 139-й километр – основная транспортная артерия, соединяющая крупные промышленные предприятия Кировского и промышленного районов с другими районами города. Здесь всегда большой поток грузового и пассажирского транспорта. По путепроводу проходит и трамвайная линия. В настоящее время рельсы демонтированы. Проводятся подготовительные работы для укладки новых путей. Сначала будут выполнены работы по устройству защитного и выравнивающего слоев бетона. Потом будет выполнен щебеночный балласт, так называемый, на который уже в дальнейшем будут монтироваться рельсошпальные решетки трамвайных путей. МБУ «Дорожное хозяйство» ведет контроль за ремонтом путепровода на каждом его этапе. От контроля соответствия выполняемых работ проекту и чертежам до инструментального, а также лабораторного контроля смесей и материалов, применяемых подрядчиком. Наблюдают за выполнением работ на путепроводе 139-й километр и общественники. Особое значение для самарцев приобретает вопрос безопасности дорожного движения. Проектом ремонта на путепроводе предусмотрены барьеры безопасности, разделяющие тротуар, трамвайные пути и автомобильную дорогу. Для этих целей будут использоваться металлические конструкции, сборные железобетонные и монолитные заграждения. Зонирование не только обезопасит пешеходов, убережет их в случае ДТП, но и предотвратит выезд автомобильного транспорта на трамвайные рельсы. Прежде всего это безопасность. А безопасность что предполагает? Предполагает это и разделительные полосы, разделительные блоки для того, чтобы это было безопасно и для транспорта, который грузового транспорта, соответственно, и для транспорта, то есть общественного. Плюс для наших, для обычных жителей этого района. Подрядчик трудится в усиленном режиме. Все необходимые материалы были закуплены заблаговременно. Несмотря на то, что муниципальный контракт на ремонт путепровода двухлетний, специалисты нацелены на то, чтобы уже до конца октября текущего года справиться с первостепенными задачами. Завершить основные работы на объекте и запустить движение транспорта через путепровод планируется уже в этом году. Незначительный объем работ, который уже не повлияет на дорожный трафик, может остаться на следующий год. Развитие и обновление дорожной инфраструктуры в регионе – одно из приоритетных направлений в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Повышенное внимание уделяется ремонту объектов, особенно тех, которые входят в опорную дорожную сеть. В их числе путепровод 139-й километр. Галина Топилина, Николай Сидоров. События. Галина Топилина, Николай Сидоров. Продолжение следует...